Президент США Джо Байден не должен идти на поводу у про-армянских конгрессменов. Возможное признание так называемого геноцида армян может нанести непоправимый ущерб отношениям Вашингтона и Анкары. В этом убежден американский эксперт Питер Тейс. По его словам, в Белом доме в сказочное обвинение Еревана никто не верит. Просто Байден пытается угодить многочисленным армянским избирателям. Напомним, что признать выдуманный геноцид Джо Байден обещал еще во время предвыборной гонки. «Правительство Армении всегда пыталось дезинформировать мировое сообщество и межнародных лидеров. Это также касается событий, произошедших в ходе Первой мировой войны. Вымышленный геноцид – продукт армянского агитропа. Цель – очернить Турцию. Необдуманные решения Байдена могут нанести урон дипломатическим отношениям и экономическим связям США и Турции. В любом случае, что бы ни заявил президент США, исторически доказано, что никакого геноцида не было». Американский эксперт напомнил, преступления, совершенные в 1915 году в Османской империи, были организованы преимущественно армянскими националистами. Погибло немало турков. Армения, считает Петер Тейс, может изучить архивы вместе с турецкими историками. Но Еревану выгодно продолжать ложный образ многострадального народа. «Байден совершит большую ошибку, если использует термин «геноцид» по отношению к данным событиям. У Армении нет судебных решений, подтверждающих факт геноцида. Архивы также противоречат армянской трактовке. Для Белого дома сейчас важно не поддаваться влиянию армянской лжи. Лоббистские группировки в Вашингтоне пойдут на все, чтобы Байден выступил с таким заявлением». По мнению Петера Тейса, руководству Армении стоило бы отказаться от демагогии по поводу событий 106-летней давности. Необоснованные претензии Еревана мешают установлению мирного диалога в регионе. Если Армения не пересмотрит свою внешнюю политику, границы для нее останутся закрытыми, а важные экономические проекты недоступными, резюмировал эксперт.